Лето – традиционное время отдыха для детей, свободы в выборе занятий, восстановления сил. Многие родители сегодня задаются вопросом, чем занять ребенка во время каникул. Естественно, с пользой. Если ранее эта проблема снималась за счет нахождения детей в летнем лагере, который организовывала администрация Сухума, то теперь вопрос повис в воздухе. Мы попытались разобраться, почему же в этом году такой популярный детский оздоровительный лагерь Алла-Шарбага, принимавший детей в три потока по пять групп, неожиданно закрылся. На территории Сухумской 12-й средней школы городские власти организовывали лагерь для детей из многодетных семей, малоимущих, а также у которых оба родителя работают. В одном потоке было 120 детишек самого разного возраста. Сам поток длился 10 дней. Лагерь работал бесплатно с 9 утра до 6 вечера. На его организацию затрачивалось около полутора миллионов рублей. Работает у нас каждый поток 5 групп, 5 воспитательниц, занимаются детьми. Еще работают кружки, тоже 4 кружка рисования, кружок шахматы, кружок литературный кружок и кружок труда. Думаю, что детям будет очень интересно и полезно находиться у нас в лагере. У нас предусмотрены часы отдыха, они могут поспать, полежать, отдохнуть. На протяжении 7 лет лагерь дневного типа Алла Шарбага был весьма успешным проектом столичных властей. В нем было налажено трехразовое питание, дневной сон, работали различные кружки, проводились познавательные экскурсии и лекции, развлекательные и спортивные игры. Во дворе школы была баскетбольная и волейбольная площадки, поле для мини-футбола и большого футбола. В 6 часов вечера родители забирали своих детей, чтобы к 9 часам утра следующего дня привезти их обратно к новым друзьям. В таком режиме лагерь функционировал до августа, а там рукой подать до начала нового учебного года. Я в прошлом году тоже была в лагере, и мне очень понравилось. И вот когда родители сказали, что ты еще раз идешь в лагерь, я очень сильно обрадовалась. Ждала этот день, когда приду в лагерь, когда уже пришла, увидела всех и новых, и старых друзей, познакомилась со всеми. Каждый год мы играем в пионер-бол, тут проводятся веселые старты, конкурсы разные. Преимуществами лагеря Алла-Шарбага родители считают несколько важных факторов. Главный из них – бесплатное нахождение детей, да и на ночь их в лагере не надо было оставлять. А сейчас предлагаются только платные, стоимость которых в месяц обходится в 8 тысяч рублей за ребенка, а некоторые и того более. Это очень дорого, особенно для тех семей, в которых более двух детей, говорят родители. В Сухуме есть различные кружки и секции, но в них занятия проводятся 1-2 часа, и они тоже стоят недешево. Также есть лагерь на Ауатхаре, но туда можно отправить ребенка только старше 12 лет. Уже два месяца дети остаются дома, занимая себя играми на всяких гаджетах. Никакого развития, общения и свежего воздуха. Родители вынуждены их закрывать в домах и квартирах. А во дворе 12-й школы, некогда наполненном детским смехом, тишина. По некоторым, конечно же, неофициальным данным, в столичном бюджете нет средств на организацию лагеря. Они были предусмотрены и даже запланированы, но лагерь так и не начал свою работу. Пока суд до дела, на дворе август, и родители по-прежнему ломают голову, пытаясь придумать, на кого же оставить своих деток. Согласитесь, нестандартная ситуация, но исправить ее так никто и не решился. Альтернативы Алла Шарбаги в столице так и не нашли.